Приветствую всех на канале. Сегодня речь пойдет о причине, по которой, на мой взгляд, происходит самая неприятная проблема электромобилей. Это их возгорание. В работе у нас Jaguar I-Pace. По словам владельца, запас хода электромобиля резко сократился. После обращения к официальному дилеру, ему обновили систему управления батареей, но вместо решения проблемы только усугубилось, уровень заряда ограничили и пробег стал еще меньше. Теперь этот электромобиль в наших руках и мы постараемся разобраться, что же с ним происходит. Очередной Jaguar в работу. И здесь, в данном случае, проблема с батареей. Вот и сейчас продиагностируем, посмотрим, что у нас по элементам, какой перекос батареи и все остальное. А вот что у нас по модулям в батарее. 11,1, 11,2. В принципе, более-менее ровное напряжение на всех модулях. Кроме вот 31. Оно и жалуется везде на 31 модуль. Но в целом батарея у нас ничего такая. И она сейчас разряженная, и это хороший показатель при разряженной батарее. И при этом пишет, что степень работоспособности блока аккумуляторных батарей находится в допустимых пределах. Какие же у него недопустимые пределы? И у нас остался пробег до полного разряда, всего лишь один километр. Функция завчастного установления комфортной температуры вымкнена. То есть у нас уже энергии в батарее нет. Вот такая вот ситуация. То есть нужно снимать батарейку и, скорее всего, будем менять 31 модуль. Кстати, пробег на автомобиле 261,221 километр. На канале уже есть видео со снятием батареи на Jaguar I-Pace. Там есть моменты с частичной разборкой салона. Если кому-то будет интересно, оставлю ссылку в конце видео. Можете перейти посмотреть. Разобрали батарею. И вот этот модуль, которым у нас проблема 31. Его видно, что у него аж ребра появились. И алюминий начал, вот здесь четкая линия появилась на месте, где его гнет. И вот его видно, что он сильно раздутый. Он превращается в футбольный мячик. Но если этот уже понятно, что он мертвый, его нужно менять, то с этими не сильно они лучше, потому что они тоже раздутые. Вот видно, что здесь зазор больше, а здесь он сходится. Здесь пакеты вот так вот набраны. И в процессе деградации они увеличиваются в размере, и их ведет. Потом еще здесь где-то был... Ну, они все. Вот здесь тоже зазор уменьшился. Здесь зазор меньше стал. Здесь чуть лучше. Здесь, ну, видно, что они все уже стали не очень. Поэтому я даже не знаю, что делать. Ну, понятно, что она после замены того модуля походит. Но как дальше она себя поведет, тяжело сказать. Не рекомендовано быстрыми зарядками. Ну да, когда быстрые зарядки, они нагреваются, они быстрее деградируют. Понятно, что охлаждение есть, но тем не менее. Мы предложили владельцу автомобиля заменить батарею. Рассказали про все риски, связанные с этим. Но на тот момент владелец не готов был отдать около 10 тысяч долларов за батарею. И было принято решение заменить один модуль. После выравнивания напряжения на модулях проверили внутреннее сопротивление. Получилось на новом модуле 0,8 милиом. При том, что на раздутом внутреннее сопротивление составляло почти 1,4 милиома. Так, после установки другого модуля, даже батарею не заряжая, пробег уже почти 60%. 239 километров. Напомню пробег на автомобиле. Не помню, говорил ли нет. 261,221 километр. То есть, немаленький пробег для электромобиля. Но недолго автомобиль так ездил. Через месяц вернулся. Но уже с проблемой в шестом модуле. Благодаря тому, что мы запчасти брали у нашего партнера LR Parts, то мы вернули купленный модуль и заказали у них другую батарею. И согласовали, что перед установкой мы ее обязательно вскроем. Сняли батарею. У нас по диагностике в шестом модуле было напряжение заниженное. При том, что в тот раз меняли 31-й. Бери это все. Меняли вот этот модуль. Оно померяное напряжение. 10,58 вольт. Оно теперь на этом. Теперь у нас проблема с шестым модулем. 10,03. Теперь он провалился на пол вольта. Ну и соответственно он тоже раздутый. И даже если сравнивать с соседним модулем, оно здесь... 10,49. То есть теперь нужно этот модуль менять. Но смысла нет, потому что она все будет сильнее и сильнее деградировать и отпадать в каждый модуль по отдельности. Привезли другую батарею. Сейчас мы вскроем крышку на всякий случай. Посмотрим, что там. Промеряем напряжение. И тогда можно будет ее устанавливать в автомобиль. Батарея у нас 21-го года. Судя по бирке, 21-й год. 92 киловатт-час. 380 вольт номинальное напряжение. Вскрыли крышку батареи. Здесь все чисто, красиво. И сейчас снимем эти покрывала. И посмотрим, что там. Но, по крайней мере, не видно, чтобы модули были вздутые. Все элементы ровненькие, вздутых нет. В отличие от предыдущих элементов. Сейчас проверим их по напряжению. И тогда можно будет подкидывать на автомобиль. Так, батарея у нас 6-й месяц 21-го года. При этом старые элементы у нас, вернее, старая батарея у нас 7-й месяц 19-го года. То есть, как минимум, 2 года разница. А вот у нас еще один Jaguar, который приехал. Тоже самая проблема с батареей. Но в данном случае автомобиль на европейской гарантии. И владелец автомобиля, чтобы оставаться на гарантии, делал все АТО, которые необходимы. И теперь будет пробовать заменить батарею по гарантии. Посмотрим, что у него из этого выйдет. Теперь о рисках, связанных с деформированными модулями. Литий-ионные аккумуляторы крайне чувствительны к механическим повреждениям, сжатию, изгибу, скручиванию, а также к высокой температуре. Все это может привести к внутреннему замыканию элемента и тепловому разгону. Процессу, который практически невозможно остановить. Не буду углубляться в детали расширения элементов. Скажу лишь, что это естественная часть их старения. Однако скорость этого процесса сильно зависит от условий эксплуатации электромобиля. Но это не тупиковая ветвь в развитии электромобилей. Не все элементы пожароопасны. И выход, по большому счету, есть. Это переход на твердотельные аккумуляторы. Но об этом мы поговорим в одном из следующих видео. Если вам нравится такой контент, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Делитесь своим мнением в комментариях. Это очень важно для нас. Спасибо за внимание и до скорых встреч!